добрый день друзья это окмолинская область от басарский район недалеко от села сочинская буквально 25 километров того самого сочинского который производят подсолнечное масло и мы здесь не случайно дело в том что местные аграрии сталкиваются с проблемой который уже 50 лет и сегодня мы хотели о ней рассказать проблема в краснокнижных сайгах дело в том что они вытаптывают посевы тем самым нанося урон урожая и наши аграрии терпят колоссальные убытки они исчисляются в миллиардах тенге как первые доказательства вот потрепанные посевы а вот собственно говоря следы сайгаков вот одну партию гоним на шортамбай было 20 тысяч и двадцать сегодня мы попытаемся проехаться по полям и как говорится застукать их на месте преступления в общем мы тут ездим между полями пытаемся заснять сайгаков которые топчут эти самые поля и те самые сельхоз угодья собственно говоря маленькими пучками пока наблюдаем пытаемся запустить дрон но он их не догоняет потому что скорость сайгаков более 70 километров в час здесь их на полях очень-очень много они ходят маленькими стайками либо по одиночке вот кстати мы одного сейчас встретим сегодня с нами проехался и показал воочию данную проблему главный агроном т.о. шортамбай 2019 габдул хаков фаниль так фаниль скажите опишите в принципе как давно эта проблема и когда вы первый раз этим столкнулись и собственно говоря как она решается проблема это многолетняя уже десятилетиями я уже работаю здесь тридцать четвертый год если в конце 80-х годов это было вообще катастрофа потом некоторый спад был этой проблемой связи с тем что численность сайгаков уменьшилась заметно но последние годы после того как их популяция начала восстанавливаться проблема вернулась в полном объеме вот настоящее время сайгаки опять начали наносить нашему хозяйству колоссальный ущерб для примеров тут в том году прошедшем они уничтожили порядка двух с половиной тысяч гектаров пшеницы государство нам списала комиссионно только одну тысячу вот проблема еще заключается в чем если в советские времена доводился план на хозяйство и если сайгаки потравили то просто списывались посевы и план уменьшался и как бы все было государственное разницы нам никакой не было настоящее время история совершенно другая потому что хозяйство скажем так частное вот и если мы понесли затраты и нету никакого урожая у нас возникают большие проблемы это необходимо постоянно платить людям зарплату покупать запчасти горючие сплавные материалы вот пообновлять технику то есть если нет урожая нету всех этих опять не можем возмещать эти затраты сайгаки краснокнижные так так их естественно здесь никто не истребляет и не убивает естественно да мы много лет привыкли что их надо охранять никто здесь с наших людей местных никогда никто не занимался охотой отстрелом никто их не трогал стараемся наоборот беречь но тем не менее проблема опять же состоит в чем трогать их нельзя пытаемся выгонять но это невозможно потому что надо очень много людей техники чтобы выгнать с полей есть люди которые занимаются охраной этих краснокнижных животных но в настоящее время как обострилась эта проблема этот вопрос стали поднимать чтобы кто-то решал этих людей мы вообще не видим вот этих людей кто должен должен охранять каким-то образом с этими сайгаками может их отогнать или что-то еще сделать их просто тут нету они просто не появляются на наши сигналы никто не реагирует насколько я знаю существует проблема браконьерство очень ценные рога у сайгаков получается и за ними постоянно охотятся бракарьеров получается здесь егеря которые занимаются охраной они не появляются они в начале сезона вот появились но когда сайгаки в этом году по их пришло намного больше чем последние годы вот допустим для примера опять же вот спиной оси покажите это поле позже весной на вот именно на этом поле где-то около 10-15 тысяч голов было стадо одновременно на этом 10 до 10 до 15 тысяч голов вот именно на этом поле это во время посева они даже не боялись тракторов вот мы их пытались выгнать тут полдня гоняли но как-то успех большого не достигли материальном плане сколько ущерба вам в этом или в прошлом году какую цифру владеете можете мне назвать конкретно в материальном прошлом если допустим и в две с половиной тысячи реально у нас они уничтожили это гектар это две с половиной тысячи тонн пшеницы мы недополучили ну примерно это две с половиной тысячи тонн посчитайте по 200 но по 70 тысяч по 70 тысяч 1 тонна 1 тонна вот это будет наш ущерб обалдеть ведь это проблемы не только нашего хозяйства это окружающие хозяйства нашего района и не только нашего района вот и гендикольские вот я знаю сторону вот аркалыка там тоже такая же проблема какой выход выход я вижу простой раньше проводили страхование посевов сейчас тоже заставляют страховать посева но это как бы добровольно но тем не менее ни одна страховая компания не хочет застраховать посевы от потравы дикими животными то есть от тех же сайгаков они не берутся это делать потому что знаю что ущерб может быть большой и будет громадные выплаты вижу все-таки решение этой проблемы в том что если государство охраняет этих животных если они в красной книге их нужно обязательно сохранить для будущего для наших потомков это однозначно но если государство поставила цель сохранение и размножение даль дальнейшем этих животных как популяция этих животных но при этом должны учесть и наши интересы сельхоз товаропроизводителей значит нужно предусмотреть какой-то механизм государство должно предусмотреть механизм компенсации нашего ущерба социальное обеспечение социальной жизни на селе людей это тоже напрямую зависит вот но хотелось бы чтобы ущерб который наносит эти сайгаки как бы минимализировать но и хотелось бы чтобы нам в этом вопросе оказала помощь государства сегодня мы хотим обратиться к министру экологии к премьер-министру нашей страны обратить внимание на эту проблему действительно если сейчас мы ее не сможем решить то здесь встает вопрос не только нашего национального достояния но и естественно социального обеспечения целого поселка где люди живут трудятся во благо нашей страны с вами был ринат галява всем спасибо всем мира